Всем привет, это я, Аленчик. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня у нас снова бытовые лайфхаки. Неожиданно, да? Девчонки, надеюсь, вам сегодня будет со мной интересно, круто, весело. И вы до видео или после видео уже не забудьте мне влепить пальчик вверх, подписаться на этот канал. Очень важно, чтобы вы что-нибудь написали в комментариях. Это очень хорошо будет влиять на само видео, на продвижение видео вообще на ютубе и продвижению моего канала. Надеюсь, мы выйдем на рекордную цифру по подпискам, просмотрам и так далее. Ну что, девчонки, ребята, предисловие было, так сказать, коротким, но ярким. И я надеюсь, вам будет сегодня со мной интересно, так что поехали. Чаще всего бутылки из подсолнечного масла устроены следующим образом. То есть, снимая сначала крышечку и потом вот эту защитную штучку с петелькой. Так мы обычно ее выбрасываем, да? И когда наливаем масло, то струя идет таким мощным потоком. И иногда мы можем перелить его даже больше, чем нужно. Так вот, нужно вернуть обратно вот эту защитную пимпочку с петелькой в держатель для крышки. И вот таким образом закрепить ее. И тогда, когда вы будете наливать подсолнечное масло, вы сможете контролировать струйку. Больше-меньше, уже в зависимости от нажатия на саму бутылочку. И именно этот лайфхак оценят те, кто делают самодельный майонез. А также те, у кого сковородки со специальным покрытием, где масло практически не требуется. Я один из тех людей, который ненавидит домашние тапочки. Я могу носить по дому все, что угодно, кроме тапочек. И что самое интересное, вы наверняка все знаете, что можно было бы пришить вот такие вот стельки к носочкам. Но я вам сейчас покажу свой персональный лайфхак, как это сделать максимально проще и легче. Чтобы не гадать, как же ее пришить правильно и где. И чтобы они пришились именно на подошве, а не где-то сбоку. И чтобы не припосадить или не перетянуть сам носочек относительно стельки, я беру стопку, например, из шести стелек, то есть три пары. И заталкиваю прямо во внутрь носочка, все уравняю, растягиваю как положено. И после этого, уже когда вы будете пришивать новую стельку сверху, то есть это будет уже у нас, так сказать, новая подошва, ничего никуда не сместится. И пришивать будет эту стельку одно удовольствие. Под киношку или под какую-то спокойную музыку. В общем, медитация вам обеспечена. И что самое интересное, если вы будете захватывать только стельку и верхние волокна носочка, то при сшивании вы не зацепите внутренние стельки, которые у нас временно идут как каркас. Забыла сказать, что я использовала нитки необычные, не для одежды, а именно для обуви. То есть обычно обувщики шьют именно этой ниткой, вот на производстве, на фабриках у меня была одна такая катушка серых ниток. И теперь, смотрите, легко и просто вынимаются вот эти вот стелечки. Я их не пришила. И у нас уже первый носочек тапок, так сказать, готов. Теперь нужно сделать второй. Я уже все это дело ускорила и пришила все это дело уже без вас. Кстати, такой носочек со стелькой можно одеть прямо в зимнюю обувь. И стельку можно сделать из чего угодно. Будь то фетр, какая-то джинса или любая другая теплая ткань. Кстати, хотела показать, как я ремонтирую, так сказать, исхудившиеся джинсы. И это не мой личный лайфхак, я где-то подсмотрела. Так что просто покажу, как я чиню мои джинсы и моего мужа. Для этого нужна вот такая клеевая паутинка, которая продается в любом магазине для кройки и шитья. Нужно вывернуть джинсу наизнанку, расправить то место, где у нас исхудилась ткань, где она разорвалась. И я, например, взяла паутинку где-то в 4 сантиметра. Она бывает и потоньше. Я решила укрепить волокна дальше, чем у меня образовалось отверстие. То есть я взяла паутинку чуть подлиннее. И я потом уже отрезала немножко уголочек у этой паутинки, чтобы она нормально легла и не приклеила мне, что не надо. И смотрите, я взяла тканюшку подходящего цвета. Порезала полосочку до запаса, потом эти запасы срежем и накладываем ровненько на то место, где у нас находится паутинка. Дальше в ход идет утюг и обязательно работаем с паром. И когда уже все хорошо приутюжится, срезаем свободные края. Что интересно, можно было бы заранее вот этот лоскуточек обработать на верлоке. Но я так никогда не делаю, мне лень. Более того, если джинсы будут достаточно тоненькие или брючки там какие-то, то этот оверлок может отпечататься на лицевой стороне, его будет видно. Поэтому я никогда не заморачивалась и вам не советую. Ткань, которую мы приклеили, не будет особо обсыпаться, поэтому не переживайте. И дальше на швейной машинке я регулирую шаг стежка и выставляю его на 2 мм. И начинаю, так сказать, прокладывать строчки, которые укрепят наше отверстие. И желательно придерживаться самих волокон, как у вас идет на джинсе или там на какой ткани. То есть старайтесь не сильно делать такие диагонали. Но не могу дать, кстати, рекомендацию по поводу плотности. Иногда нужно просто немного, так сказать, проложить строчек. Не так плотно, не делать прямо, знаете, как вышивку. То есть нужно делать захват вот таким образом, как я сейчас показываю на экране. Это не сильно будет привлекать внимание, но закрепит хорошо отверстие, которое у нас получилось во время носки. Как вы поняли, я немножко дальше закрепила ткань на всякий случай, вот за счет этого лоскуточка. Подрезала все краешки. И при стирке все будет хорошо, ничего не будет распушаться. Кстати, вторую сторону можно хотя бы просто подклеить, чтобы она потом уже не порвалась, вот как первая сторона. Давно хотела показать пару моментов в спальной комнате относительно кровати. Смотрите, по поводу постельного белья. Начнем сразу, да. Допустим, когда я его стираю, то выворачиваю изначально сразу наизнанку. Во-первых, у меня под одеяльник идет цветной, и это его защищает от истирания во время стирки, то есть цвета сохраняются. Во-вторых, у меня там были пришиты вот такие вот веревочки. Это классно, знаете для чего? Чтобы уголки вывернулись хорошо, чтобы там ничего не задерживалось, никакие пылинки. И потом они хорошо просыхают, к тому же. И если одеяло у вас постоянно куда-то убегает, то к нему пришивайте такие же веревочки и связывайте их по углам. И еще один момент. Всегда старайтесь купить постельное белье, чтобы именно под одеяльник был на молнии. Тогда он не будет во время стирки захватывать все, что стиралось вместе с ним. А то очень смешная всегда получается история, когда в пододеяльник заваливаются и простынь, и наволочки от подушек. Вообще для меня это магия, когда какие-то вещи попадают в это отверстие. Как они находят туда путь, не понимаю. Смотрите, у меня есть на матрасник, который нужно одевать, так сказать, на матрас. Но он такой тяжелый, что я решила не поднимать матрас, а только вот заложить его за верх, там где изголовье. И остальную часть вот так вот затянуть на ножки. Во-первых, мне удобно так, то есть мне легко его снять, легко одеть. И я еще, к тому же, прикрываю вот эту красную часть, которая мне как бы не подходит по стилистике вот в комнате. Как видите, у меня желтый, черный, серый, белый. Красный, но никак не подходит. То есть это я так придумала, чтобы не поднимать матрас каждый раз. И смотрите, когда я застилаю простынь, тоже так закладываю ее там, где изголовье, в противоположную сторону я фиксирую за счет резиночки на матраснике. И сейчас покажу как. То есть я рукой закладываю уголочек во внутреннюю часть. И за счет того, что резинка туго прилегает к ножкам кровати, она держит этот край. Причем я делаю это с одной стороны и с другой стороны кровати, и у меня все окей. То есть этот прием помогает мне, так сказать, чтобы простынь не убегала во время сна. И если бы из ножья у кровати было бы ровное, то я вообще могла бы заложить весь нижний край простыни. А так он по форме фигурной, и, соответственно, простынь поднимается то вверх, то вниз. Но я скажу, что когда у меня будет свой дом, и когда я сделаю свою кровать, у меня будет все ровненько. И именно так я и сделаю потом в будущем. То есть если вы поняли суть идеи, и если у вас, допустим, на кровати есть какие-то дефекты, которые вы хотите скрыть, либо цветовая гамма вас не устраивает, вы точно так же можете использовать эту идею, как я предложила. Вообще-то самый идеальный для меня вариант фиксации простыни, и чтобы не поднимать тяжелый матрас. Давайте переберемся на кухню, и хочу показать один лайфхак, связанный с рыбой. Какая бы рыба ни была, берете большой такой тазик, набираете в него воду и чистите рыбу под водой. И тогда вся чешуя останется строго в воде, а не на умывальнике, не на стене, нигде больше. А знаете, где мы посмотрели этот лайфхак? Мы с мужем как-то пошли в отдел живой рыбы и попросили, чтобы нам распотрошили ее. Там девушка нырнула под стол и в большой кастрюле с водой вычищала рыбу от чешуи и от внутренности, и вокруг нее все было чистенько достаточно. Недавно у меня в этой лампадке закончилась свеча, так сказать, потухла она там. И как ее вытащить, я не знала. В общем, в конечном итоге я ее растопила на водяной бане и перелила вот в емкость от консервы. Понятия не имею, какой состав у этой свечи был, но я скажу, когда я туда засунула пальчики, это было очень приятно. Я скажу, что я давно уже мучаюсь с тем, что у меня трескаются валики возле ногтей в уголочках. Это последствия много лет шитья штор. И я хочу спросить вас, вот напишите мне в комментариях, стоит ли повторять эту процедуру. Я понимаю, что это не косметический воск, но может быть у них принцип один и тот же. В общем, я бы хотела повторить эту процедуру, но немножко боюсь. Я не знаю, это лайфхак или не лайфхак, но смотрите. Значит, у меня есть много таких тарелочек, я их использую то под губки, то под мелочь разную. И у моего кота такая же. Так вот, чтобы не перепутать, посмотрите, я нарисовала котика с помощью лака для ногтей. По-моему, прикольно получилось. Ну что, девчата и ребята, надеюсь, вам сегодня было со мной интересно, весело. И что-то было для вас новое, что-то не новое. Напишите в комментариях все, что угодно. Любое слово, хоть просто плюсик. Отвечу я на все комментарии рано или поздно, может быть не сразу, но отвечу в любом случае. И если вы что-то делаете по-другому, напишите мне тоже это в комментариях. И я надеюсь, вы ничего не забыли. Так что с вас лайк или дизлайк уже по вашему настроению. А я с вами буду прощаться, желать вам всего самого-самого хорошего. Счастья вам, любви, здоровья, удачи. Пусть у вас будет все хорошо в этой жизни. А с вами, как всегда, была я, Аленчик. До новых встреч и пока!